Принц Гарри официально показал невесту. В Дубае на такси теперь будут летать и мёд как бонус за погром в квартире. Об этом и не только в нашем обзоре. Это официально. Принц Гарри впервые появился на публике, держа за руку свою возлюбленную. Актриса Мэган Маркл с наследником британской короны посетила Игры Непокорённых. Соревнования проходят в Канаде, где сейчас живёт и работает Маркл. А накануне принц посетил съёмочную площадку сериала «Костюмы», звездой которого является его девушка. Пара встречается уже больше года, поговаривают о скорой свадьбе. Несколько часов на крыше в разгар урагана, чтобы спасти своих собак семейной паре в Пуэрто-Рико, пришлось забраться на крышу дома. Семь домашних любимцев испугались воды, которая заливала дом и поднималась всё выше. Несмотря на шквальный ветер и проливной дождь, и людям, и животным удалось спастись. На вершину за 6 секунд новые рекорды в лазанье на скорость. Это одна из пяти дисциплин, которые включили в программу Олимпийских игр в Токио в 2020-м. И, похоже, этот вид спорта станет самым быстрым в программе. Кроме лазанья на скорость, олимпийцы снова будут соревноваться в бейсболе и впервые в боулинге, карате и серфинге. На такси без пробок Дубая собираются стать первым городом в мире с авиаслужбой пассажирских перевозок. Тестовый полёт беспилотного дрона прошёл успешно. Летающее такси выглядит как двухместный вертолёт с 18-ю пропеллерами. Судно оснащено запасными батарейками и даже парашютом. В воздухе дрон может находиться не больше 30 минут. Ферма в сердце Парижа. На крыше почтового отделения во французской столице засадили грядки и развели кур. За огородом следят сотрудники офиса. Так они отдыхают от компьютеров и посылок. Сейчас как раз время сбора урожая. На обед будут свежесорванные помидоры, баклажаны и ягоды. Обед, не отходя от рабочего места в Китае, звездой интернета стала девушка, которая печёт блины на компьютерном блоке и жарит бекон с помощью утюга. 23-летняя выдумщица за полгода привлекла полмиллиона подписчиков на YouTube. Просто в офисе она жарит рыбу на открытом огне и делает стейки. Благодаря рекламе в интернете девушка собирается зарабатывать около 7 миллионов долларов в год. Тысячи пчёл оккупировали дом в Австралии. За пару дней они обустроились в стене и изрядно напугали хозяйку. Чтобы выселить навязчивых насекомых, пришлось разобрать часть помещения в спальне. Зато после себя захватчики оставили 30 килограммов медовых сот. Женщина уже собрала несколько банок мёда и собирается продать его соседям.